Добрый день всем! Мы продолжаем наше чтение книги Рава Леонышкина «Тайные евреи». Мы в прошлый раз говорили о субботе и разных аспектах, которые позволяют нам правильно существовать, скажем так, в мире божественной субботы, то есть в том мире, в котором мы живем, когда Бог, создав мир, скрылся за данным, если мы по словам Монитур, скрыл свое существование, тем не менее оставив в нем какие-то в мире следы, в которых мы можем его найти. И в прошлый раз мы говорили о богословении, о том, как проявляется в мире божественное богословение, и как мы можем увидеть это богословение как знак того, что Всевышний сотворил мир, что он поддерживает мир, он оставил в мире что-то, что говорит нам о нем. Мы сегодня продолжим, закончим эти разговоры о богословении, и следующей темой будет святость, потому что эти два аспекта, они как раз и сказаны в таре в отношении субботы. И благословил Всевышний Тор, и осветил его в Иварах, в Коттеже, поскольку отдыхал в нем с всей работой. Он оставил два этих аспекта в мире для поддержания мира, для того, чтобы мир дальше мог существовать, и чтобы в нем можно было найти Всевышнего, и чтобы у мира был шанс дойти до той цели, которую Всевышний в мире перед человечеством поставил. Теперь мы откроем эту книгу на этом месте. О, кажется, я немножко шла здесь. Одну секунду. Сейчас я посмотрю. А, нет, все порядка. Вот так видно? Да. Ну хорошо, тогда все хорошо. Вот мы здесь остановились. Я отметила себе. Правильно? Я это буду. Человек – это партнер по завету, инструмент благословения. Ну, это из всего того, что мы до сих пор читали, мы понимаем, что человека Бог оставил в мире для того, чтобы он выполнил здесь желание Всевышнего, довел мир до совершенства, и с ним он заключил завет. И таким образом, через человека, возможно, благословение может также приходить в мир. Точно так же, как Бог оставил свое благословение в мире, от которого мы черпаем это благословение. Но, с другой стороны, человек сам, он может стать источником благословения в природе. А евреи – это инструмент этого благословения. То есть, как я понимаю эту фразу, то это некоторый добавочный инструмент, который дан человечеству, чтобы понять, что у него есть это благословение. И так можно расшировать слово «кли» – «сосуд». То есть, это благословение еврейским народам осознается. И мнемоническое правило запомнить, что это сосуд – это кухен, леви и израиль. То есть, весь Израиль вместе, когда он соединен, он является этим сосудом или инструментом, с помощью которого это благословение передается или осознается остальным миром. Поэтому еврейское благословение включает два измерения и двух партнеров. Благословен ты – это когда мы говорим о благословении на еду, например, или на заповеди. Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, который осветил нас заповедями своими и повелел нам. С одной стороны, он дал нам эти заповеди, с другой стороны, есть некое повеление. Творец, который благословляет и освящает, связан с евреем через заповеди, которые объединяют Творца и человека через благословение. То есть, заповеди – это не просто нечто отдельно стоящее. Они связаны с необходимостью как с благословением, так и со святостью. Потому что через эти заповеди человек может выполнить волю Всевышнего, принести в мир благословение и святость. При этом благословение предшествует освящению. Об этом уже радует. Каждый человек, которому народу он не принадлежал, естественным образом наслаждается запахом цветка. Или детской улыбкой и видит в них благословение. То есть, понятно, что вот это интуитивное ощущение от того, что в мире есть благословение, есть какое-то добавочное наслаждение, которое Всевышний нам дал, добавочное сознание, добавочное добро, которое он нам в мире дал. Оно универсально, оно принадлежит любому человеку в мире. Но раб говорит, потом этот ребенок вырастает, становится профессором университета и объясняет свою веру с помощью философских терминов. Это занятие – пустая трата времени и жизни. Правда, так проста и поразительна. Не менее поразительный тот факт, что чудо… Это сейчас мы поговорим о чем-то другом. Чудо, прямое вмешательство дворца мира, всегда сопровождается катастрофой для человечества. Характерными примерами это являются потопы 10 казней Египетской. То есть, мир функционирует определенным образом. В нем есть возможность человеку осознать богословение и святость, которую Бог ему дает в этом мире и продвигать мир к чему-то, к восьмому дню, к той цели, которую Всевышний поставил перед человечеством. Но если этого мы не делаем, то тогда приходит на помощь чудо. Происходит прямое вмешательство дворца мира. То есть, он, в общем, сидит за занавесом. Да, помните, я говорила, я это много раз читала, но я забыла совсем, что Рава это вспоминает в своей книге тоже. Обычно он находится… Его присутствие в мире скрыто. Но когда приходится вмешиваться, когда видно, что никакого… Что человечество уходит куда-то совершенно не туда, и возникает опасность, что ничего не выйдет в результате из божественных планов, тогда он вмешивается. Но его вмешательства всегда катастрофичны для человечества. Да, вот потоп или 10 казней. Всевышний вмешивался, чтобы помочь Израилю. И это плохо заканчивалось для всего человечества или какой-то его части. В чем же тогда заключается чудо? Творец вынужден прекратить свою субботу ради необходимости и пользы для человека. Поэтому комментаторы, например, Нахмани, предпочитают не объяснять писание как рассказ о чудесах. Тора демонстрирует нам правила, которые необходимо принимать во внимание, вопреки общепринятому представлению, согласно которому мы всегда ждем чуда. Есть такое, как это сказано, что речь ждет чудо. Не помнилось даже, кто это говорил. А Раул говорит, это неправда. История Торы показывает, что пока Бог не вмешивается в дела мира, ситуация еще терпима. То есть все более-менее терпимо. Если происходит явное чудо, это признак того, что иссякла всякая надежда. И ситуация действительно безвыходная. Так что храни нас, Господи, от чудес. Что там было? Да, вот тут есть история из трактата Шаба. Давайте можно его прочесть. История при человеке, у которого умерла жена, и оставил грудного младенца. И не было у него денег, чтобы заплатить кормилице. И произошло с ним чудо, и открылся у него в груди, подобные двум грудям женщины, и кормил он своего сына. Сказал Равьосе, посмотри, как велик этот человек, что ради него совершилось такое чудо. Сказал Муабаев, наоборот, как плох этот человек, что ради него было изменено природотворение. То есть то, что ты заставил Всевышнего вмешиваться, это значит, что ты сам не справился с тем, что для тебя возможно, и ничего такого хорошего в этом нет. Когда Бог делает Израиле какое-то чудо, это значит, что Израиль сам не в состоянии решит свои проблемы. Иногда мы действительно обращаемся к Всевышнему, просим, чтобы он нас защитил, чтобы он сделал ради нас какое-то чудо. Но, как говорит Монитур, храни нас Господь, это чудес. Лучше было бы, чтобы мы с вами справились, не заставляя Всевышнего нарушить его субботу. Как назвать того, кто предал форму изначальной материи, запечатал природу и даровал благословение мира? Его имя появляется в первой главе Береши – Бог, Элюким. Таран начинает со слов «Вначале сотворил Бог», и нужно задать вопрос, почему имя Бога здесь появляется во множественном числе. Элюким – это множественные числа. Иногда бывает в единственном, как Элоха, когда речь идёт и о Боге, и об идолах она готовит. Есть ли связь между этим именем и делами Бога, написанными здесь, деянием творения? Тара отвечает, что это имя обозначает свойство Творца открываться через природу. Поскольку мир природы – это мир множественности, весь этот процесс созидания, формирования и завершения природы осуществляется через аспект Бога Элюким. Творца. Добавлю, что, опять, мне кажется, он и морали читал когда-то. И интересный такой факт, что действительно в мире природы Всевышний может открываться только через множественность. То есть это единство, которое единство Всевышнего, оно открывается в мире нашем только через множественность. Представим себе математическую такую картинку, что у нас есть, скажем, прямая, и мы хотим её заполнить точками, то есть некоторым объектам, которые меньше размерности, или плоскость, которую мы хотим заполнить прямыми. Это значит, что мы должны бросить на эту плоскость огромное количество прямых, заполнить, чтобы её заполнить целиком. Ну, это так условно говоря. То есть чем мы теснее заполняем прямую точками, или плоскость прямыми, или пространство телескостями, тем больше раскрывается в нашем мире то, что на самом деле Всевышний Един. Мы познаём его с разных-разных-разных точек зрения. И множественность, которая существует в мире, она не противоречит единству Всевышнего, она, наоборот, раскрывается. Только во второй главе при подведении итогов творения появляется полное имя, более высокий аспект сутребуквенного имени имя Единства. Вот происхождение неба и земли при сотворении их во время создания Господом Бога, Богом земли и неба. Это во второй главе сказано. Однако подготовка к этому появляется немного раньше. В стихе «Шестой день» и «Были закончены неба» Берешит. Это в первой главе. Это и есть благословение. Можно посмотреть, мне кажется, комментарий. Да, Баля Турим на Берешит говорит так. «День шестой» и «Были закончены неба и земли» и так далее. Но день шестой «Ём ют га ши ши гэй». «Вэй ахулу» — это «Баам», а «шамаам» — это «Гэй». То есть получается у нас в начале четырехбуквенное имя Всевышнего. То есть есть некоторый намек в первых буквах вот этой фразы, еще в первой главе, еще в самом творении, когда Всевышний выступает как бог ныжественности, как бог природы. Тем не менее, есть там намек, что за этим именем скрывается имя четырехбуквенное, «шамаавая», которое на самом деле уже намекает нам о единстве, о чем-то более высоком, чем мир природы. И также это в псалме, и это в «Деверея Мим» повторяется, есть такой посылка, «Также радуйтесь небеса и веселитесь земля». Начальные буквы слова в этой фразе образуют четырехбуквенное имя, ибо он запечатывает этот мир четырехбуквенным именем. Но это надо посмотреть в псалом и какая у него связь в данном случае с тем, что за ним кроется четырехбуквенное имя. Тут дальше мы подошли к концу, собственно. Это и есть богословение, то есть богословение, которое связывает Всевышнего с нашим миром. И заканчивается глава богословения, мы переходим по второму аспекту, в которой есть связь. Я передаю слово Андрею, если он хочет что-то добавить, и если нет, то, может быть, ты возьмешь все стать. То есть, получается, мир творит аспекты Лухим, а потом благословение привносит в него уже аспект АВАЯ. Так получается? Да, получается так. Хотя это и скрыто. Оно скрыто как бы за именем Бога. Но внутри есть, как в перчатке, внутри есть имя единства, имя четырехбуквенное, а снаружи мы видим только Бога, который творит в мире, и как бы благословение приходит от него, но за ним стоит более высокое имя. Так мне кажется. Ну да, он скрыт. И раскрывается через благословение. Святость. Понятие святости объяснить сложнее, потому что современное мышление испытывает сильное влияние христианства. А в христианстве понятие святости смешивается с другим понятием, означающим совершенно иное. И это понятие сакральное, священное, или сакрое. В отличие от святости са-ин-те-те, в то время как святость в Торе всегда нравственна, а в христианстве речь идет о святости в отрыве от морали, о религии, лишенной жизни и жизненности. Это языческое представление. Так, например, ритуал таинства в христианстве это не чистота. Берут кусок пресного хлеба, произносят магическую формулу, и он становится плотью от плоти Бога. Это богословие людей, пьющих кровь своего мессии, который к тому же еврей. Нужно вглядеться в суть этого действия, чтобы увидеть, насколько языческим является христианский культ. Они едят еврея. Да, страшное дело. Ну, это как бы, я думаю, что Рав здесь сгущает краски, на самом деле, действительно, здесь есть некоторые элементы язычества. и главное, что это их представление о святости, которое, в общем-то, мы дальше уже увидим, что оно, собственно, отличается. Опять же, я не специалист большого христианства, может быть, Рав здесь утрирует, доводит, так сказать, различия до логического конца. Тем не менее, важно прочесть, как он это все видит, я думаю. Языческая святость христианства проистекает из концепции безграничной благодати, получаемой магическим образом, и достигается без необходимости в служении, приложении усилий или нравственного поведения со стороны человека. В то же время, Тора представляет другую концепцию святости, которую на этом этапе можно объяснить так. Именно для того, чтобы дать человеку возможность получить божественное благо по праву, а не даром, при этом используя свободу выбора и как награду за свои усилия и старания в седьмой день, человек преодолевает свое желание дать бесконечное благо немедленно. Варет, Варет. Да, Творец преодолевает свое желание дать это бесконечное благо немедленно и безвозмездно и отделяется от мира. То есть, он мог бы дать это все бесплатно, но он хочет, чтобы человек получил это как следствие своих усилий, и чтобы ему не было стыдно. Поэтому Творец скрылся, чтобы дать возможность действовать человеку. Совершенно верно, да? А в христианстве как бы ну все было плохо, все вроде бы раньше было так, но потом пришел, явился как бы в определенном обличии Бог в наш мир и всех спас. Но дальше уже как бы все автоматически. Он принес спасение, почему теперь уже можно как бы напрягаться, не напрягаться, так сказать, уже поздно, как бы все хорошо кончилось, да? Хотя на самом деле мы видим, что ничего не кончилось, но Рава тоже скажет об этом, да? Но как концепция, это вот противоречие, сильно отличается от эвреси концепции. Потому что мы находимся на этапе, на таком этапе, что мы должны работать. И это нам то, что Всевышний поручил. А не получать благословение или святость автоматически таким образом. И если Творец раскрывается и спасает сверху, это знак того, что мы плохо работаем, да? То есть все наоборот. Да. Однако уход Творца из мира в седьмой день делает мир независимым и отделенным от божественности. Таким образом святость делится на две части. Творец как источник святости с одной стороны и сотворенный мир как место достижения святости человеком с занятым служением Всевышнему с другой. То есть источник и сосуд для святости. Из этого мы учим, что согласно Торе только благодаря нравственному служению человека, то есть по праву, он может удостоиться всего изобилия и благословения, которые Творец изливает на него по своей милости. Однако, чтобы человек смог удостоиться служить Богу через свободу выбора, Творец скрывается. В природе присутствие Бога не проявляется в мире открыто. И таким образом мир на самом деле становится адом. И человечество знает об этом. Каждый душевно здоровый человек ощущает ужасную нехватку в этом мире. В смысле, что если мы не видим, тогда действительно мир если отказаться видеть мир в божественную руку, то он на самом деле становится адом. Тогда связь человека с миром становится проклятой, легкой сосудом, в котором меньше изобилия, чем он может вместить. Причина, по которой Творец перед своим исчезновением благословляет этот мир и добавляет к нему божественное изобилие, заключается в том, что Творец осознает, как трудно человечеству жить в мире без откровения. Благословение это след, который оставил в мире скрывшийся Творец. То есть Творец удаляется для того, чтобы человек удостоился своими действиями того блага, который Творец хочет дать ему, но все-таки он не оставляет его совсем как бы без намеков и оставляет вот эти свои следы, как бы знаки на пути какие-то от себя. весточки. Это как бы часть откровения, но кроме того есть иногда пророческое откровение. И на самом деле, что интересно, это как бы не чудо, это не изменение природы, откровение какое-то совершенно отдельное явление. Вот как я понимаю, равно не то, оно не постоянно, оно бывает, так сказать, оно постоянно в смысле следов всевышнего, в смысле благословения, святости, которое он оставил в мире. Вот откровение пророческое, оно как бы тоже вплетено в эту систему, но не в качестве чуда изменения порядка творения, я думаю, а в качестве нечего, одного из необходимых параметров, который помогает нам осознать творца в этом мире. Может быть, дело в том, что, если мы говорим о том, что у творца шаббат, и поэтому он не вмешивается, но ведь в шаббат нет запрета говорить, поэтому он говорит с творением. Только после того, как Всевышний благословляет этот мир и оставляет свои следы в благословении, он освещает его, то есть душа, святость после этого приходит, он освещает его, он отделяет себя от него. Если бы существовало только это разделение без благословения, этот мир действительно был бы адом, поскольку существование в мире без творца это и есть ад. То есть, если благословение это аспект присутствия, то святость это наоборот отделение. Да. И начинает он с позитива получается. Вначале он привносит благословение присутствия, а потом как бы удаляется. У него несколько аспектов святости. С одной стороны святость это некоторое отделение, но с другой стороны это возможность откровения. возможность человеку измениться и осветиться, то есть дойти до святости, дойти до того же уровня, до некоторого уровня более высокого, когда он приблизится к Всевышнему, который отдален и отдалится от грехов. То есть вообще в святости есть аспект отдаления, но это не исключительно. По некоторым утверждениям вообще философов, святость это душа, это что-то вообще полностью оторванное от мира. Всевышний свят, потому что он непостижим полностью и полностью отделен от мира. Но у Миниту, как я понимаю, не совсем так. С одной стороны этот аспект существует и он дальше объяснит еще, например, что значит святость, что-то отделено. А с другой стороны это отделено не просто так, но для определенной цели. То есть это, как мы говорим, посвятить. Я посвящаю этот предмет тому-то или свою песню тому-то или свой роман посвящаю. Это некоторое отделение для чего-то. Но это он дальше более подробно объяснит. Но вот эта цель, которая стоит за понятием святости, она прежде всего важна. А то, что надо для этой цели отделиться, ну вот он отделяется. Но без этого отделения цель не может быть достигнута. И точно так же человек, который хочет принести в мир святость, он должен стремиться к той же самой цели. Ну, во всем случае, я так понимаю. Если бы существовало только это разделение без благословения, этот мир действительно был бы адом, поскольку существование в мире без Творца, это и есть ад. Такой мир превращается в безличную машину, мир, в котором царят страсти, случай и судьба. Такова концепция греческого философского мира относительно предвечного мира, или концепция современной экзистенциальной философии относительно одинокого мира. Только тот, кто приобщается вкусу благословения, заключающегося в мире, познает и соединяется с Творцом этого мира. Один из примеров нашего запутанного представления о святости связан с едой. Когда мы произносим благословение перед едой, нам кажется, что мы привносим святость в пищу. На самом деле все наоборот. Все принадлежит Всевышнему. Вся природа, вся пища. Когда я хочу съесть хлеб, я должен попросить Всевышнего отделить эту пищу от его мира святости и сделать ее будничной, чтобы я мог ее есть. Произнося благословение перед едой, человек забирает эту еду из мира святости, в котором вся природа находится в седьмой день, чтобы использовать ее для своих личных нужд. То есть получается не только пища, все вокруг нас святое, если мы его не используем. И мы не можем к нему прикасаться, использовать без вот этого ритуала благословения. Причем благословение опять же да. И меня просто стал интернет закреплять. Вроде все было нормально. Слышно меня, не слышно? Да, слышно, но чуть-чуть прерывается, но слышно в целом. да, это связано с благословением, но благословение связано, связано. Одно без другого как бы не будет функционировать. Это благословение, оно дано нам в этом мире, но при этом оно отделено от нас, оно находится в мире святости. седьмого дня это благословение? Да, сейчас есть, сейчас есть. Есть некоторая святость отделенность Всевышнего как бы от мира. С другой стороны, вот это благословение, оно постоянно приходит от него. Я произнося благословение осознаю, что вся еда приходит из мира святости ко мне. Все благословение приходит ко мне из мира святости. Из того мира, в общем, которому я теоретически хочу приблизиться. И когда мы говорим благословение, то есть говорим барухатта, тогда мы получается проявляем вот эти следы, вот это многообразие вкусов в своем мире, и можем уже теперь с ними взаимодействовать, наслаждаться вкусом. для понимания еще одного аспекта в идее святости возьмем понятие брака, первым этапом которого является кедушин, то есть освящение. Это ритуал, демонстрирующий всему обществу, что определенная женщина выходит замуж за определенного мужчину, и таким образом она становится запрещенной, неразрешенной, отделенной от любого другого мужчины, и что тут нужно перевернуть страницу на хамы, и что благодаря этому освящению я переверну просто задерживается, и благодаря этому освящению она предназначена и разрешена только своему мужу, святость в иудаизме означает отделение священного от мирского, она делает его отделенным и особенным, она делает его отделенным и особенным, придаёт ему более возвышенное значение, даёт возможность шхене божественному присутствию находиться с мужем и женой. Другой аспект Это понятный примет? Были муж и жена мирскими но в результате этого ритуала они стали отделенными и в результате этого опять же проявилось божественное присутствие то есть вот это благословение получается Смотри, я просто не знаю как это сделать Одну секунду Я сейчас остановлю Отлично Итак, возвращаемся к тому, о чем мы говорили То есть факт то, что женщина становится запрещена всем мужчинам как бы это негативная вещь отняли у нее права или у других людей права ей обладать но с другой стороны это не просто так отнятые права а соединение двух людей это соединение для того, чтобы они между собой могли построить что-то для этого есть у них появляется общая цель достигнуть в своем соединении достигнута святости и вот поэтому сказано, что эта ситуация освящение дает возможность шхене, то есть божественному присутствию находиться между мужем и женой без него как бы без такого освящения нету у брака нет этого дополнительного смысла давайте я дальше прочту ладно другой аспект скрытый из-за этой концепции святости это процесс развития стремления к совершенству это совершенство помещает тех, кто его достиг категорию отдельную от остальных то есть опять когда мы продвигаемся к святости повышаем какой-то свой уровень и стараемся исполнить то, что Всевышний возложил на нас наилучшим образом мы поднимаемся в уровне святости и как бы отделяемся от тех, кто находится на более низком уровне не то, что мы отделяемся от них физически не то, что не дай бог но качественно происходит тут некоторое изменение качества и Раф тут дает это как бы пример это такая святость это успех сущности и ее совершенство достижение определенного уровня совершенства то, что успешно получает особое отделенное от других мест изменение качества не следует думать что эта сущность получает магические свойства это языческо-христианская концепция нет тут никакой магии это просто некоторое достижение человека из этого принципа мы узнаем только то, что остальные еще не достигли полной реализации своего потенциала то время как переживание благословения это изобилие шестого дня переживание святости это отделение удаление 20-го мира в седьмой день мы уже об этом говорили благословение это изобилие шестого дня которое было дано в шестой день возможность получения его и в седьмой день но вот эти две две вещи благословение изобилие и святость они как бы связаны между собой одно это внесение в мир благословения второе это отделение удаление творца от его мира в седьмой день тяжесть этой ситуации заключается в том что тот кто не переживает благословения в этом мире действительно воспринимает его как мир недостаточный проклятый как ад рабин Ахман из Брахского сказал об этом говорят об этом мире и о будущем мире будущий мир это я могу понять а этот мир где же он здесь это ад сейчас находится здесь мир в котором мы находимся выглядит как не мир как отсутствие эалем да исчезновение а вот будущее можно понять и тогда мир станет совершенным это как бы проще понять что в будущем мире все будет зажимись все будет совершенным мы придем мы придем к цели творения и все будет прекрасно это это рабин Ахман понимает а как продолжать жить в этом мире если он воспринимается если он такой каким мы его видим если бы не было славене в мире не хватало по самому главному начнем следующую главу мы не закончим это продолжение разговора о о субботе и в этом в этой главе он рассматривает связь между шестым днем седьмым днем восьмым днем и то что между ними разница и связь и благословил Бог здесь седьмой и осветил его ибо в этот день отдыхало всей работой своей которую совершил Бог созидаем Раши благословил и осветил благословил его манам ибо во все дни недели выпадал по одному умеру мана на человека а в шестой день хлеба в двойне и осветил его манам который совсем не выпадал в этот день и этот стих относится к будущему то есть Рашик имитирует стих из второй главы на основании событий которые происходят много лет спустя скажем так много веков спустя создавание мира событий выхода евреев из Египта когда начинает Бог спускает им ман и в этом мане было и благословение и освящение благословение было в том что во все недели выпадало к одному умеру а в шестой день хлеба в двойне то есть шестой день в котором Бог добавил благословение в мире как мы читали он не тут был также отмечен и при выходе из Египта тем что в этот день выпала двойная порция благословения всегда какое-то добавление как мы говорили приводили разные примеры того что Бог добавил в мир такое что это называется благословением а я сверетила маном почему потому что в седьмой день вообще он не выпадал то есть седьмой день отделен был и как объяснить дальше вот это переживание само в себе очень важное дало евреям способность или возможность ощущать на своем теле на своем физическом теле смысл понятия благословения и святость и это то что написано во время творения это то что мы ощущаем ощутили при выходе из Египта Раша говорит здесь о поколении пустыни и о том что с ним происходило в пустыне благословение мана ман в каждый будь и день спускался точно в соответствии с числом людей бывших там каждое утро когда они просыпались и выходили из шатров они находили снаружи готовую порцию еды в шестой день выпала двойная порция мана и по этой причине благословение дополнительная сущность появилась именно в шестой день по этой же причине у евреев есть обычай в субботу и в праздники произносить благословение на хлеб двумя салами чтобы напомнить о двойном хлебе который сыны Израиля получали в пустыне в шестой день осветил ломаном а в субботу он не выпадал совсем таким образом святость разделение перерыв наступили ему в седьмой день так что получается что субботняя порция благословения спускались уже в шестой день и вот день шестой когда подготовят то что принесут окажутся вдвое против того что собирают в каждой стиле но это книги шмот написано а на седьмой день все что нужно чтобы человек уже присутствовал в реальности мира это переживание которое у них было в пустыне это переживание нашей нормальной реальности мира все что нам надо уже здесь существует без необходимости работать или исправлять то есть имеется ввиду что сегодняшнему уже не нужно было никакого он уже не не совершал никакого акта творения собственно седьмой день и сказал муше ешьте его сегодня ибо суббота это день господу сегодня не найдете его на поле 6 дней собирайте его на седьмой день суббота не будет его тогда в конце комментария Раши говорит этот стих относится к будущему ну понятно как бы он намекает нам с одной стороны он объясняет нам как устроено творение с другой стороны реализация его обесчисления не знаю как бы сказать реальное воплощение оно происходит в будущем события происходившие с поколением пустыни находили в будущем по отношению ко времени сотворения мира Раша хочет научить нас тому что благословение данное отцом с той день и святость данную им миру на пороге седьмого дня пережил целый народ во время исхода из Египта для всего мира эти термины благословения и святости таинственные и ясные в то время как для народа из Игра эти понятия реальны и осознанны они их пережили это совсем не то что одно дело ты что-то изучаешь теоретически а другое дело что ты это переживаешь в реальном мире что скажешь Андрей меня слышно вообще да 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 тогда пройдем дальше дарование Тары на горе Синай было историческим моментом который больше не повторился в это время мир перестал функционировать по закону природой и вернулся в эпоху творения к миру в котором Творец был открыт и божественное проведение ясно в этот пророческий момент мир функционировал так как если бы седьмой день закончился и начался восьмой день то есть тот день когда Творец перестал скрываться и открылся своим творением во всем своем великолепии славы однако на секунду остановлюсь я здесь то есть как я уже говорила пророчество и откровение оно не является чудом чудо это временное изменение каких-то законов природы в нашем мире а потому как объясняет равную еду откровение которое происходит в мире оно как бы заимствует какой-то момент или подключает нас к тому что происходит восьмой день когда уже все открыто и все творение завершено то есть больше этого это это в момент дарования Тарина Синаи как бы открывается опция что вот сейчас мир если вот все будет идти как надо вот сейчас мир может прийти к восьмому дню прямо сейчас на самом деле такие опции как мы дальше увидим они постоянно даются человечеству в той или иной форме в данном случае оно дается ему как откровение но как говорит дальше однако затем произошла катастрофа с грехом золотого тельца и человечество вернулось в естественный мир седьмого дня тем не менее все человечество осознало что произошла огромная пауза в истории во время которой целый народ жил так как будто он уже достиг конца седьмого дня и как будто было уже написано и было вечер и было утро день седьмой то есть конечно мы здесь не можем судить о планах творца нам говорят у вас была опция возможно творец сам понимает что то есть он понимает что эта опция она маловероятна что не может народ только что вышел через рабство неожиданно попасть в восьмой день но важно понимать что опция была и что опция постоянно происходит то что мы не можем реализовать их это проблема но так мир устроен так устроен мир чтобы мы понимали что все время есть эта опция есть такой митраж как я не помню кто там приходит к мессии который сидит и ждет поворота не важно и он когда когда господин появится он говорит айом что значит айом айом имбакалот и шмам сегодня если вы будете служить его голос то есть это как бы опция открыта всегда вот откровение на синая оно показывает нам что эта опция открыта каждый день тем не менее и тоже на самом деле может быть можно услышать в принципе рамбама да я верю в приход мессии каждый день его жду несмотря на то что он задерживается каждый день я его жду что придет мне кажется это очень важное ощущение которое мы можем пытаться в себе осознать что опция это открыта народ израиля мог бы уже начать восьмой день если бы выдержал воспитание однако эта пауза выпавшая на долю поколения пустыни была дана человечеству как пример того что произойдет в нашем будущем в конце седьмого дня это также причина того что упоминание об исходе из Египта не менее важное чем упоминание о сотворении мира слова памяти о исходе из Египта и слова памяти из Дела Творения сразу создают параллель между этими двумя апокалиптическими событиями что случилось во время исхода из Египта целый народ пережил сотворение мира процесс богословения процесс сотворения мира процесс богословения ощутил святость начала до седьмого дня отведав вкус восьмого дня целе истории дальше он будет очень интересный кусок есть но я не уверена что мы его дочитаем до семи тридцати когда Андрей начинает а Люд не не мы уже свободны мы уже все прочитали ну так можем дальше продолжить тогда может ты почитаешь дальше там интересное соображение по поводу того как ощущает себя ислам и христианство получается что тора исходит из будущего из восьмого дня так получается и есть еще многие какие-то намек еврейские истории про которые мы считаем что они исходят из будущего свет всегда есть некоторый свет который светит из будущего не всегда он явно выражен как в синайском откровении но в тех или других событиях мы можем этот свет и идентифицировать в еврейской истории но об этом у Рава Кука есть много о том что казалось бы довольно странная вещь что будущее оно влияет на то что в сегодняшнем дне можно увидеть от святой будущего где-то у меня есть цитата я могу в следующий раз принести так читаем дальше да здесь следует отметить различия между исламским и христианским подходами к месту и роли человеческой истории и тем подходом который представлен в Торе согласно еврейской концепции человечество находится в седьмом дне творения человек свободен потому что он находится в естественном мире в котором законы природы закреплены и в его рамках развивается история человечества целью же человеческой истории является достижение восьмого дня времени Машех согласно Торе человек уже свободен относительно шестого дня когда человек был сотворен и он все еще свободен относительно восьмого дня уже свободен относительно шестого и все еще свободен относительно восьмого дня есть такое предположение что в восьмом дне когда не будет преград между человеческим и Всевышним уже как бы о той свободе, которая у нас есть сейчас, беспрессильно говорить, потому что когда человеку открыто все, все начальные условия и все решения, и вся истина, он уже, у него нет как бы свободы, вся наша свобода, она просекает из того, что мир несовершенен, от того, что мы можем делать ошибки, можем сделать неправильный выбор, например. А восьмой день это уже как бы нереально, не можем там ошибки, потому что нам открыта истина. Это мир, в котором история, это место реализации божественного идеала. Вот почему еврейский день отдыха приходится на субботу, седьмой день недели. Это еврейское мировоззрение. Согласно исламу, человечество все еще находится в шестом дне творения, оно еще не свободно, еще не свободно, и творец управляет всем. Мир является общим для человека и животного, и в этом заключается причина глубокого мусульманского фатализма. Поскольку у человека нет свободного выбора, у него также нет понятия нравственной ответственности. Это мир иллюзии шестого дня. Идеальный мир без истории. По этой же причине мусульмане отмечают свой субботний день в пятницу. Только недавно мусульмане начали пробуждаться и осознавать, что они на самом деле живут в мире седьмого дня. Они начинают входить в историю, чтобы привести реальность в соответствие с идеалом. Интересно. Я не знаю событиям с сегодняшнего дня как это оценить. К каким мусульманам он это относил. Это было написано довольно много лет назад, до того, как многие события произошли. И возможно к определенному мусульманство действительно сегодня имеет отношение. Но они ко всему наверное. Да. С другой стороны, согласно христианству, человек живет уже в восьмом дне. Поскольку согласно их вере Мессия уже пришел, человек перестал быть свободным, и в мире осталась только благодать, грейс, божественная милость, предоставленная даром и поровну человеку и животным. По их убеждениям человек прошел испытания седьмого дня выполнил всю Тору и заповеди больше не обязательны. Кроме того, в христианстве, поскольку человек перестал быть свободным, нет понятия моральной ответственности. Это мир иллюзии восьмого дня. Мир без истории, мир истории без идеала. Проблема христианства заключается в том, что вопреки ожиданиям не произошло позитивных изменений после пришествия христианского мессии. Мир не стал лучше или нравственнее, чем был раньше. Реализация христианского идеала никак не повлияла на историю и уж точно не к лучшему. Христиане сейчас также начинают пробуждаться и понимать, что они все еще живут в мире седьмого дня. Они ищут талмуд, чтобы приспособить идеал к реальности. Тот, кто понимает, что скрывается за христианской концепцией, не удивляется тому, что христиане празднуют свою субботу в воскресенье, то есть фактически на восьмой день, день после еврейской субботы. Да, по-моему, это очень красивая концепция, которая действительно покажет все не случайно. То есть может быть я правду не знаю. У меня были участки, которые говорили, это не случайно, совершенно не случайно, что христиане выбрали воскресенье своим днем, то есть восьмой день. Вот основа символа на этом, возможно, идея ему не ту, но он, раб Казовский, который учился, он считал, что они были очень образованные в общем люди в те времена и понимали смысл того, что они делали. почему они выбирают свободным днем восьмой день. Про ислам он тогда не говорил, может быть это случайно, может быть нет. Это просто я хотела добавить. И если что-то еще хочешь сказать. Тут еще связано может как-то с солнечной и лунной цивилизацией. У них это солнечный календарь и соответственно день солнца сандэй воскресенье. Ну тогда про 5 понятно. Это связано, да. То, что мусульман лунный календарь, никак не связано с солнечным. Вот сейчас вернулось. Звука нет. Мы уже сейчас закончили. Спасибо. Не знаю, что это уже происходит с моим интернетом. Я бы захотела сказать, что некоторую деталь. Я не думаю, насколько я слышала, что мусульманство выбрали лунный календарь по какой-то особой причине, что они считают как-то себя ближе к лунной или каким-то образом к цивилизации лунной относятся. Может быть, это так задуманно. Может быть, это не случайно. Получилось как метафрой некоторой их религии и физиологии. Но на самом деле, почему они действительно таким странным образом выбрали свой календарь и не согласовали его с солнечной лунной в начале развития ислама, это было связано с тем, что у них очень сильны были, ну просто очень сильны были мошехистские настроения. То конец света вот-вот-вот придет. И мне приходило что через сто лет все начнет двигаться, что Рамадан будет один раз зимой, другой раз зимой двигаться он будет по всему году. им казалось что вот-вот все кончится вот сейчас год-другой и не имел смысла с их точки зрения устраивать календарь, который будет оставить праздники на месте. Такое объяснение я слышала, не знаю, не получусь на сто процентов, но специалисту по исламу когда это слышал. Но это ничего не меняет на самом деле. То, что получилось и у него есть тем не менее определенный смысл. ну ладно, я скажу всем до свидания, потому что я уже начала пропадать систематически. встретимся на следующей неделе. Спасибо всем за участие. Спасибо, Нахама. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно насчет свободы воли восьмого дня. Очень интересная мысль. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо большое. Всего хорошего.